МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Качественное питание и создание комфортных условий для детей. В школах и детсадах поселка Трудовое с проверкой побывали специалисты мэрии. Если мы будем где окна менять, надо будет также и косметический ремонт делать. Если мы меняем окна, чтобы мы побелили, покрасили, подштукатурили. Дальневосточный университет представил современные цифровые технологии, созданные студентами, а в качестве экспонатов – арт-инсталляции, проекционные объекты, видеоигры. Инсталляция предлагает посетителям поместиться в замкнутую среду, чтобы они смогли исследовать собственные изменения через аудиовизуальное восприятие. Сторис, популярный не только в Инстаграм, выставка с таким же названием от молодых творцов открыла в залах Приморского отделения Союза художников России. О том, какие работы представили молодые художники на своей выставке, расскажу я, Катерина Матвеева. Также в выпуске. Новый налоговый вычет может появиться у жителей Дальнего Востока. 130 тысяч можно будет получить за автомобиль. И еще расскажем. Президент дал бизнесу еще год на возврат капиталов в офшорные зоны Владивостока. Это же правило действует и в Калининграде. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного округа. Накануне законопроект рассмотрели в первом чтении. Для поддержки дальневосточников, которые покупают машины за рубежом в личных и семейных целях, предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет в двойном размере понесенных расходов, которые включают стоимость автомобиля и расходы, связанные с его доставкой и оформлением, но не превышающие 1 миллион рублей. Сумма выплаты по нему не будет превышать 130 тысяч рублей. Напомню, в 2017 году на Дальнем Востоке выдвинули идею отмены ввозных таможенных пошлин на зарубежные автомобили. Тогда петиция собрала более 30 тысяч подписей. В записке к законопроекту отмечается, что из-за повышения пошлин на иномарке, в частности из Японии, жители стали ввозить автомобили по запчастям. Такие машины представляли опасность при эксплуатации. Между тем, Дальневосточный полпред Юрий Трутнев назвал фактор сдерживания экономики в регионе, и это плохое состояние погранпереходов. Сегодня погранпереходы значительно сдерживают наши экономические отношения. Они находятся в неудовлетворительном состоянии. Пять переходов на территории Приморья, причем ключевых переходов, принадлежат частным структурам. Сейчас идет работа по их выкупу. Все это нужно делать как можно быстрее. Быстрее выкупать и оборудовать на том уровне, на котором должны быть оборудованы погранпереходы, сказал Юрий Трутнев. Трутнев отметил, что в сентябре прошлого года президент во Владивостоке дал Министерству транспорта достаточно жесткие поручения, связанные с развитием погранпереходов. Пока они не выполняются. И если так продолжится, то об этом доложит Владимиру Путину. Полпред также добавил, что плохая транспортная инфраструктура на Дальнем Востоке сдерживает рост грузооборота в портах региона. А реализация проектов развития международных транспортных коридоров Приморья-1 и Приморья-2 идет медленнее, чем ожидалось. Все эти вопросы необходимо решить. Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов на год для тех, кто переводит свой бизнес в Россию, а именно в специальные административные районы, один из которых находится на Русском острове во Владивостоке. С таким предложением глава государства выступил на форуме Деловой России. Напомню, сейчас амнистия действует до 1 марта 2019 года. При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства. Специальные административные районы, так называемые офшоры, созданы на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области в 2018 году. Сделано это после того, как под санкции США попали несколько крупных российских компаний и их собственники. Еще об одном подарке от президента. Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера особенной девочке из Приморья. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте краевой администрации. Вероника из Славянки страдает аутизмом. Малышка мечтала о щенке и попросила об этом главу государства в письме на Новый год. И ее желание сбылось. По словам специалистов, золотистый ретривер – порода, которая подходит для детей с особенностями развития. Собака идеальна для терапии, так как у нее спокойный, дружелюбный характер. Золотистых ретриверов активно привлекают к реабилитации детей. Школы и детские сады Владивостока под контролем администрации города. Специалисты мэрии побывали с рабочим визитом в школах номер 79 и 71, а также в детском саду номер 20. Все учреждения находятся в поселке Трудовое. Главные вопросы – организация питания и создание комфортных и безопасных условий для ребят. Подробнее в следующем репортаже. Сегодня на завтрак в школе номер 79 – макароны с сыром, бутерброды с маслом и кабачковая икра. На второй перемене – молоко и печенье. Коллектив поваров здесь устоявшийся. Никаких нареканий к их работе у директора школы нет. За питанием школьников здесь следят с особой тщательностью. Так же, как и за содержанием спортивных помещений. Два бассейна и два спортивных зала. Таким набором может похвастаться далеко не каждое учебное учреждение Владивостока. В 79-й школе занимаются сотни успешных спортсменов. И условия для этого должны быть надлежащими. Если мы будем где окна менять, надо будет также и косметический ремонт делать. Если мы меняем окна, чтобы мы побелили, покрасили, подштукатурили. Следующая точка маршрута – школа номер 71. Одна из старейших в городе. В учреждении есть музей воинской славы, где регулярно проводят экскурсии. Один из самых дорогих здесь экспонатов – платок бойца Сталинграда, на котором его родные с любовью вышли несколько добрых слов. Также ученики с гордостью показывают свой школьный медиа-центр, где выпускают школьные новости. Оборудование удалось закупить на миллионный грант от администрации города за внедрение инновационных методов обучения. Не такая старого стоя школа, старенькая, вот такого именно, как раньше они были. Как коллективная такая. И здесь такое у вас, как именно личное такое, как ваше все душевное. Не оставили без внимания специалисты мэрии и детский сад номер 20 – солнечные лучики. Здесь особое внимание уделили недавно отремонтированным группам, пищеблоку, изучили меню. Поговорили и с самими воспитанниками. Такие проверки проводятся на регулярной основе, отмечают в мэрии. Главная задача – создать детям комфортные и безопасные условия пребывания. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Своебразный экзамен для студентов на этот раз в виде выставки организовал ведущий дальневосточный вуз. ДВФУ представил лучшие работы студентов первой в России магистерской программы «Диджитал арт» школы цифровой экономики. Интерактивные инсталляции, проекционные объекты, видеоигры и многое другое, созданное в цифровой среде. О том, что такое программа цифрового искусства и чем удивляли пионеры «Диджитал арта» расскажет Дмитрий Беломеснов. Арт-инсталляции, проекционные объекты, видеоигры. Лучшие работы студентов первой в России программы «Диджитал арт» представлены на выставке проектов по цифровому искусству. Экспозиция интерактивная, а значит, каждый зритель может стать участником и создателем собственного произведения. Инсталляция предлагает посетителям поместиться в замкнутую среду, чтобы они смогли исследовать собственные изменения через аудиовизуальное восприятие. Студенты приготовили свое так называемое цифровое портфолио. Сами экспонаты — специально отобранные проекты всех интенсивов первого семестра, в котором магистранты научились создавать и презентовать арт-инсталляции, проводить диджитал-исследования, проектировать в медиасфере, заниматься виртуальной и дополненной реальностями, визуализацией баз данных. Надев эти очки, вы сможете увидеть сюжет. Это своеобразный мультик, который создавался на 360 градусов. Мы вложили определенный смысл в эту работу. Мы задействовали абсолютно невинные вещи, как детские игрушки, и засняли историю, которая говорит нам о том, что все наши страхи и психологические проблемы родом из детства. То есть игрушки не такие невинные и хорошие, как могут показаться на первый взгляд. Выпускники программы «Цифровое искусство», будущие проектировщики интерфейсов, архитекторы VR-пространств, диджитал-маркетологи, медиахудожники. К слову, сама выставка – это часть образовательного процесса, своеобразный экзамен для студентов. Все это проходит в формате вот такого выставочного пространства. Мы приглашаем гостей, друзей наших, преподавателей, которые участвовали на протяжении года в нашем курсе, коллег в том числе, чтобы они посмотрели, как у нас все это проходит. И сессии у нас проходят именно в таком формате, в формате итоговых выставок. Программа «Диджитал-арт» ориентирована на создание интернационального сообщества людей, заинтересованных в новых типах медиатехнологий и сферах их применения в искусстве, дизайне, архитектуре, обучении, коммуникации. А в конечном счете – в создании нового уровня человеческой активности. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Приморцев становится меньше. Приморскстат обновил данные по демографии в регионе за 2018 год. Так, число жителей нашего края уменьшилось более чем на 10 тысяч человек. Из них больше половины из-за превышения смертности. Над рождаемостью вторая половина – миграционная убыль. Так, в 2018 году в Приморье родилось 20 тысяч детей, а умерло более 25 тысяч человек. В прошлом году к нам приехало 78 тысяч новых жителей, а уехало 82. В плюсе при этом международная миграция. Мы приняли около 10 тысяч иностранцев. К слову, сократилось и число молодоженов. Образовалось около 15 тысяч семей, распалось почти 10 тысяч. Таким образом, по статистике, сохраняется только один брак из трех. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Летать из Владивостока в Москву и другие города России по льготному билету приморцы смогут круглый год. Сын известного океанографа Жака Ива Кусто, Жан Мишель и его коллеги попросили российские власти освободить косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье. Сторис, популярный не только в Инстаграм, выставка с таким же названием, открылась в залах Приморского отделения Союза художников России. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Роакотская. И мы продолжаем. Летать из Владивостока в Москву и другие города России по льготному билету приморцы смогут круглый год. Сын известного океанографа Жака Ива Кусто Жан Мишель и его коллеги попросили российские власти «Освободить косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье». Сторис популярны не только в Инстаграм. Выставка с таким же названием открылась в залах Приморского отделения Союза художников России. Льготные авиабилеты для приморцев будут действовать весь год и затронут еще большее количество маршрутов. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов напомнил, что в 2018 году программа субсидирования дополнительно получила 700 миллионов рублей. Сегодня в бюджете России на перелеты дальневосточников уже предусмотрено почти 3 миллиарда рублей. К слову, льготой пользуются не только дальневосточники, это также Крым и Калининград. Кроме того, сеть пополнилась новыми маршрутами. Сейчас их 134. Субсидированные перелеты доступны для нескольких категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи. Сын известного океанографа Жака Ива Кусто, выдающийся исследователь океанов Жан-Мишель Кусто и его коллеги-ученые, попросили российские власти выпустить природу косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Международного проекта по морским млекопитающим. В нем ученые благодарят власти России за предотвращение продажи косаток и белух за рубеж и за отказ выдачи новых разрешений на отлов этих животных в 2019 году. Ученые также предложили российскому правительству возглавить операцию по возвращению 11 косаток и 87 белух в естественную среду. Напомним, млекопитающие содержатся в неволе в бухте средней под находкой. Ученые опасаются за их здоровье. В отношении компаний-отловщиков возбуждено уголовное дело. Россия обогнала США по вовлеченности в социальные сети. В них зарегистрировано 78% наших граждан, тогда как в США этот показатель составляет 75%. Такие данные содержатся в кратком статистическом сборнике за 2019 год, подготовленном Высшей школой экономики. Первое место в списке занимает Япония. Персональные страницы в соцсетях имеют 88% жителей этой страны. В целом в России практически каждый день пользуются интернетом 60% от общей численности населения в возрасте от 15 до 74 лет. Все чаще россияне делают это при помощи мобильного телефона. 49% россиян используют интернет для звонков. 44% пользуются электронной почтой. Скачивают фильмы и музыку из интернета. 53% жителей России читают онлайн-газеты. 25%. Дистанционным образованием охвачено 4% россиян, тогда как во Франции этот показатель достигает 7%, а в США – 20%. Тем временем тема соцсетей медленно, но верно проникает в аналоговое искусство. Выставка четырех молодых художников – Александра Злотникова, Милослава Снегарь, Маргариты Джура и Дарьи Пестеревой – открылась в залах Приморского отделения Союза художников России. Авторы назвали экспозицию сториз, как бы отсылая к актуальному сегодня явлению – стори-теллингу. Рассказать историю, пообщаться, заинтересовать аудиторию житейским случаем – таково наполнение термина, употребляемого сегодня в масс-медиа и в маркетинге. И в повседневном общении, а также в социальных сетях. На выставке побывала и наш корреспондент Катерина Матвеева. Не дня без селфи – так считают молодые художники, авторы проекта сториз. Выставка стала отражением функции соцсетей. Еще одна фишка экспозиции – хэштеги вместо названий. Нынешние поколения Z или Generation Homeland, они растут уже в тот момент, когда интернет был всегда. А здесь скорее как влияет на какую-то культуру отношений, на взаимодействие людей, знающих хорошо друг друга в жизни реальной, оффлайн. Как это все существует сегодня в том времени, когда у нас есть интернет, социальные сети, истории и очень много того, что, казалось бы, людей разобщает. Теплые отношения людей одной профессии всегда интересно наблюдать. Александр Злотников, Мирослава Снегарь, Маргарита Джура, Дарья Пестерова вместе учились в Дальневосточном институте искусств и после выпуска их пути не разошлись. Они совместно ездят на планере, преподают в художественном колледже. Их истории сплелись в одну общую, рассказанную кистью на холсте. Современный мир, он очень сильно завязан на социальных сетях и нашу выставку мы сделали с небольшой отсылкой на эту тему. То есть мы фиксировали себя, друг друга и какие-то моменты из жизни и переносили это на холсты. Собственно, про это и выставка, про нашу жизнь, про то, что нас волнует, впечатляет. Холст, масло, пейзажи, портреты. Больше полусотни работ написано специально к выставке. Есть картины, которые писали ребята вместе, вчетвером. Несмотря на то, что работы достаточно разнообразные, есть кое-что, что их объединяет. В данном случае эта собака – ветка. Она присутствует на полотнах каждого автора. Дело в том, что ветка жила вместе с художниками на планере и однажды спасла их от змеи. И таким образом художники решили отблагодарить ветку, вековечив ее в своем творчестве. Нужно чаще останавливаться и ценить на первый взгляд даже незначительные моменты жизни – главный посыл выставки. Художники считают, что необходимо благодарить жизнь за то, что она нам преподносит столько радостей. И тогда счастье чаще будет рядом. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Выходные – отличный повод посетить выставку «Сторис». Однако в нашем городе будет открыто и множество других площадок, куда стоит отправиться, чтобы провести время приятно и полезно. О том, какие мероприятия приготовил ближайший уикенд, по традиции, в рубрике «Афиша» расскажет Анна Бережная. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Навстречу год «Желтой земляной свиньи» или «Почему Владивосток празднует Восточный Новый год» приглашает библиотека Горького. Как тренировать поросят, чем они питаются и почему так любят всех вокруг. На мероприятии вы узнаете также о лунном календаре, о том, как празднуют Новый год и почему в России прижились символы Восточного календаря. Об этом расскажут ветеринар, специалист зоопарка на садгороде Виктор Агафонов и профессор-преподаватель Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Мария Сердюк. Начало в 18.30, вход свободный. А в Театре молодежи легенда о подвиге в двух действиях по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Цель спектакля – донести до современной молодежи, что такое истинный патриотизм, настоящий и неподдельный. Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Оперу «Травиата» дадут на сцене Мариинского театра. Трогательная история обреченной любви, рассказанная музыкой Верди, уже более 160 лет неизменно вызывает у слушателей всего мира сострадания и веру в красоту человеческой души. Начало в 19.00, стоимость билетов от 100 до 2000 рублей. Накануне 115-летия начала русско-японской войны состоится открытие выставки на сопках Маньчжурии «Русско-японская война глазами художника» в главном здании Приморской картинной галереи. В экспозиции более 50 произведений, живописи и графики. Вход на вернисаж свободный. В дальнейшем стоимость билета составит от 150 до 250 рублей. Инклюзивный рок-фестиваль «Арт-интеграция» под лозунгом «Музыка объединяет» пройдет в Театре Андеграунд. На одной сцене выступят группы, которые многие давно знают и успели полюбить, дебютируют совсем молодые коллективы и музыканты с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль раскроет разнообразие музыкальных стилей. Его цель – дать возможность поделиться своим талантом, невзирая на предрассудки, физические и социальные ограничения. Начало в 10.00, вход свободный. На День российской науки приглашает Приморский океанариум. В программе научно-популярный лекторий на тему «Почему люди чаще летают в космос, чем спускаются на дно океана», станционный маршрут, мастер-класс погружения, посещение интерактивного батискафа. Начало в 12.00, стоимость билетов от 500 до 1200 рублей. Спектакль театра «Тан» «Все мальчишки-дураки» дадут на сцене Пушкинского театра. В пьесе «Сказки» Ксении Драгунской все перевернуто с ног на голову. Начало в 12.00, стоимость билетов от 200 до 250 рублей. Хоккейный турнир без вратарей «Шлем и краги» состоится на стадионе «Строитель». Правила просты – 6 игроков в команде, игра на время по схеме 4 на 4 и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с 5-минутным перерывом. Принять участие может каждый. Все, что нужно – собрать свою команду, зарегистрироваться и выйти на лед. Команда-победитель отправится на национальный финал, который пройдет 5 марта в Москве. Начало в 9.00, вход свободный. Театрализованный концерт «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» приглашает Пушкинский театр. Вместе с главными героями и четырьмя обычными детьми зрители познакомятся с обитателями невероятного мира и попробуют освободить волшебную страну от колдовства злой королевы. Начало в 12.00, стоимость билетов от 300 до 400 рублей. А на сцене Приморской филармонии состоится концерт «О чем поет Италия». Начало в 18.00, стоимость билетов 500 рублей. Комедию «Будьте здоровы» по пьесе Пьера Шино дадут на сцене Драматического театра Тихоокеанского флота. Начало в 15.00, стоимость билетов от 350 до 500 рублей. А юных зрителей на спектакль «Умка» приглашает театр «Кукол». Начало в 12.00, стоимость билетов 300 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. И далее к спорту. Хоккейный клуб «Адмирал» на последних минутах обыграл китайский «Кунь-Лунь» «Ред Стар». Футболисты «Луча» отправились на выездные тренировочные сборы. Шахматисты Владивостока выявили лучших на турнире «Белая ладья». Подробности у Максима Яковлева. Хоккейный клуб «Адмирал» одержал четвертую победу подряд. У себя дома приморцы смогли переиграть китайский «Кунь-Лунь» «Ред Стар». С самого старта моряки взяли на себя инициативу и уже на восьмой минуте забили первую шайбу. После открытия счета обе команды стали активнее прессинговать друг друга, проведя в равной борьбе следующие полтора периода. Уйма моментов долгое время ни к чему не приводило. И только ближе к концу второй двадцатиминутки китайский клуб смог не только сравняться, но и выйти вперед за счет своего большинства. Уже в заключительном периоде приморцы сумели вернуть равенство на табло. В суматошной и долгой атаке Петров просунул шайбу в ворота. Ничейный результат, казалось, выведет игру на овертайм, однако всего за полторы минуты до сирены Конов смог переиграть голкипера гостей и таким образом поставить точку в этом матче. Победа «Адмирала» 3-2. Следующий матч моряки проведут у себя дома 12 февраля против омского «Авангарда». Футболисты «Луча» все-таки отправились на выездные сборы. На днях команда, несмотря на свои финансовые передряги, смогла выехать на тренировочную базу в Крымске. Уже на месте к основному приморскому составу присоединятся игроки с других городов, а также сам главный тренер Рустем Хузин. Всего в распоряжении специалиста будет 26 футболистов. В рамках крымского сбора «Тигры» проведут четыре контрольных матча, первый из которых состоится 11 февраля. Соперником «Луча» будет «Калуга», выступающая в зоне Центр ПФЛ. Закончатся выездные тренировки для наших спортсменов 2 марта. А уже 3 числа «Желто-синие» проведут первый матч весенней части чемпионата. «Луч», будучи в гостях, будет играть с «Краснодаром-2». Во Владивостоке завершился городской этап соревнований по шахматам «Белая ладья». В этом году участие в турнире приняли 27 школьных команд. По правилам соревнований в составе каждой из них выступало 4 школьника в возрасте до 14 лет. Ежегодные шахматные баталии сначала отбирают лучших игроков в муниципалитетах, а затем уже в регионах. По итогам финальных встреч первое место заняла команда школы номер 74. Сборная гимназии ДВФУ стала второй. Третье место у команды лицея номер 2. Теперь этой тройке призеров предстоит защищать честь Владивостока на краевом этапе «Белой ладьи» в марте. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Новый налоговый вычет может появиться у жителей Дальнего Востока. 130 тысяч можно будет получить за автомобиль. Президент дал бизнесу еще год на возврат капиталов в офшорные зоны Владивостока. Это же правило действует и в Калининграде. Дальневосточный университет представил современные цифровые технологии, созданные студентами. В качестве экспонатов выступили арт-инсталляции, проектные объекты, видеоигры. Качественное питание и создание комфортных условий для детей. В школах и детсадах поселка Трудовое с проверкой побывали специалисты мэрии. Сын известного океанографа Жака Ива Пусто, Жан Мишель и его коллеги-ученые попросили российские власти выпустить природу косаток и белух из китовой тюрьмы в Приморье. Сторис популярны не только в Инстаграм. Выставка с таким же названием от молодых творцов открылась в залах Приморского отделения Союза художников России. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Ровно 21 год назад в программу Олимпийских игр были включены состязания сноубордистов. К слову, первое подобие сноуборда изобрел австриец Джек Бурджетт. В 1929 году он вырезал доску для катания из фанеры. Официально же основоположником сноубординга считается американец Том Симс. В 1963 году он начал кататься с гор на доске от скейтборда, а потом усовершенствовал свое изобретение и стал первым в истории производителем сноубордов. Этот вид спорта завоевал действительно всенародную любовь. Не стало исключением и Примурье. Правда, бесснежная зима этого года нарушила планы многих фанатов спусков на монолыжи. Однако наша съемочная группа нашла подходящий склон на базе отдыха «Комета». Именно там журналисты Восьмого канала и информационного агентства ВладНьюз снимают очередную серию проекта «Попробуй на себе», которую мы покажем в ближайших выпусках. Ну а пока смотрим захватывающие кадры экстремального сноубординга вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok